Новый год, новые цены. Как обстоят дела в Чувашии после повышения НДС и изменения ставки Центробанка? В прорубь с головой в Чебоксарах готовят крещенские купели. Пять золотых, четыре серебряных. Для чувашских легкоатлетов год начался удачно. С января этого года повысился налог на добавленную стоимость, что вызвало рост цен на различные товары и услуги по всей стране. Как обстоят дела в Чувашии, что делается для стабилизации ситуации, сегодня обсудили на еженедельном совещании в Доме правительства. У инфляции несколько причин. Помимо увеличения ставки НДС, заметно ослабился курс рубля. Прошла индексация зарплаты, пенсии. Покупатели уже заметили, что в магазинах подорожали сахар, яйца, куриное мясо, капуста белокочанная. Специалисты ведут сравнительный анализ по округам и регионам. Уровень цены социально значимой продовольственной товара остается значительно ниже как среди регионов Привожского федерального округа, так и среди регионов России. Так, например, свинина подорожала в Чувашии на 16%, но при этом остается самой недорогой в округе. Относительно низкие цены сохраняются на сыры. Подсолнечное масло, мука пшеничная занимают второе рейтинговое место среди приемлемых цен в ПФО. Хлеб ржаной, макароны и колбаса полукопченая, сметана, картофель, гречка в Чувашии – тоже в первой десятке самых недорогих продуктов в стране. Если говорить в целом о рынке продовольствия, он стабилен. Продолжается работа по оперативному мониторингу цен и информационного сопровождения среди населения, а также работа непосредственно с руководителями предприятий производства и торговли. Как вы уже ставили перед нами задачу, уважаемый Михаил Васильевич, одним из приоритетов в работе снижения цен для потребителей, который и доказал свою эффективность, стало развитие фирменной торговли местных товаропроизводителей в шаговой доступности. Глава Чувашии подчеркнул, что в цепочке производитель-потребитель должно быть меньше звеньев и посредников. Это позволит избежать необоснованного роста цен на продукты. По мнению Михаила Игнатьева, надо рассмотреть больше вариантов организации ярмарок выходного дня. Максимально нужно делать для того, чтобы покупатели могли находить своих производителей по прямой стильной, без больших розничных разных наценок. С начала этого года повысилась и плата за коммунальные услуги. Рост в январе составил 1,7%. А в июле будет второй этап повышения цен. Причем тарифы в муниципалитетах существенно разнятся. С 1 июля по 253 муниципальных образований в рамках 2% произойдет рост. 36 муниципальных образований в рамках 4% семи муниципальных образований. На основании обращений представительных органов муниципальных образований главе Чувашской республики индекс изменения составит. Значит, по городу АллатРь 16,8% наиболее неблагоприятный рост части отопления связан с установлением нового норматива на отопление многократных жилых домов. Это 6 МКД, 1,7% проживающих. При этом средний рост платы составит 2,1% для муниципального образования города АллатРь. Изменения по тарифам ждут Козловский, Чебоксарский, Яльчикские районы. Но они не превысят установленные правительством России ограничения, сообщил руководитель госслужбы по тарифам. Кроме жесткого контроля за ресурсоснабжающими организациями и управляющими компаниями, в республике реализуются меры адресной поддержки нуждающихся. Одна из них – субсидии на оплату коммунальных услуг. В прошлом году ими воспользовались более 320 тысяч жителей Чувашии. На еженедельном совещании рассмотрели и вопрос предоставления физическим лицам налоговых вычетов. Более 84 тысяч людей предоставили декларации в налоговые органы Чувашии. На счета налогоплательщиков перечислено более полутора миллиарда рублей. Татьяна Трофимова, Борис Андреев, Республика. В этом году столичная школа ждет небывалый наплыв первоклассников. Чтобы все дети сумели сесть за парт, администрация столицы принимает ряд мер. Подробнее в нашем материале. По статистике управления, образования, администрации города Чебоксары количество первоклассников с каждым годом увеличивается. В 2019 году первый раз в школу должны пойти 7300 детей. В связи с увеличением количества первоклассников в отдельных школах это первая школа, шестая, пятьдесят три, пятьдесят шестая, шестьдесят первая и начальная и вторая школа будет открытым максимально чистым классом от 7 до 10 классов и с общей численностью до 900 первоклассников в каждой школе. С 30 января по 30 июня заявление можно будет подать в 56 школ столицы Чувашии. Для этого родители должны самостоятельно заполнить данные на портале образовательных услуг или обратиться в общеобразовательное учреждение в соответствии с территориальным закреплением, которое, кстати, тоже меняется у некоторых школ. В день знаний этого года свои двери откроют и второй корпус гимназии номер пять. Это школа в микрорайоне Волжский 3. Здесь планируется открыть до восьми первых классов. В настоящее время уже собрано 207 заявок от родителей детей, проживающих в микрорайоне. Развитие микрорайона Кувшинка обсудили в столичной администрации. На публичных слушаниях было непривычно тихо и немноголюдно. Еще несколько лет назад публичные слушания по микрорайону Кувшинка собирали полный зал. Жители так называемого Шанхая, самовольно построенных домов по мясокомбинатскому проезду, не были рады новому микрорайону. С тех пор страсти улеглись, большая часть бывших шанхайцев получили в Кувшинке квартиры. В этот раз на публичных слушаниях обсуждали дальнейшее развитие территории. Должны расширить дорогу, построить школу, два детских сада. Недовольных такими решениями не было. На схеме функционального зонирования территории вы можете увидеть планируемое размещение объектов сенциальной и транспортной инфраструктуры. Школы на 1200 мест и двух детских садов по 160 мест каждый. Горожане поинтересовались разве что расположением двух наземных паркингов по отношению к жилым домам. Не слишком ли близко? По заверению проектировщиков, в парковке разместятся стороны торцов, куда не выходят окна квартир. Расстояния соответствуют строительным нормам. Только в конце прошлого года Владимир Путин подписал закон о запрете жестокого обращения с животными. К сожалению, в Чувашии уже есть те, кому можно применить по нему самое строгое наказание. Сегодня в одном из садоводческих товарищей Чебоксар обнаружены убитыми семь щенков и несколько взрослых собак. Просим отойти от экранов детей, беременных женщин и людей со слабой нервной системой. Убитых животных обнаружила хозяйка одного из дачных участков, которая их кормила. Она обратилась к правозащитникам, которые помогли вызвать полицию. Приехали и увидели то, что лежит вот одна собака, получается, взрослая и пять щенков, которые, ну, видно то, что это было жестокое обращение. По характеру травм видно, что это не самозащита или действие недовольных большим количеством собак-дачников. Собак убили с особой жестокостью. Делом занимаются правоохранители. Их комментарии в завтрашнем выпуске программы «Республика». В Чебоксарах установили подозреваемого в убийстве мужчины, который считался пропавшим с прошлого лета. В поле зрения правоохранителей попал 24-летний бывший боксер. Поверьте, следствие, вечером 14 июня прошлого года обвиняемый находился с потерпевшим в кафе на восточном поселке в городе Чебоксары, где они употребляли спиртное, после чего направились к дачному домику своего знакомого. По дороге между молодым человеком и потерпевшим произошла ссора, в ходе которой первый нанес второму несколько ударов кулаками в область головы, отчего тот потерял сознание. Когда злоумышленник донес потерпевшего до своей квартиры, там последний пришел в себя. В ответ на его претензии относительно случившегося, обвиняемый вновь нанес ему серию ударов по различным частям тела, после чего тот перестал подавать признаки жизни. Подозреваемый сам указал примерное место, где скрыл тело. Там и были обнаружены останки. Если вину обвиняемого докажут, ему грозит до 15 лет лишения свободы. В ночь с 18 на 19 января православные отметят крещение Господня. По традиции в эти дни верующие окунаются в Иордань, чтобы очистить душу и тело. В столице республики традиционно готовят места для массовых купаний. О том, как идет подготовка, Юлия Важенина. Территория около Свято-Троицкого мужского монастыря – традиционное место крещенских купаний. Схему размещения купелей в этом году уже утвердили. Перед установкой планируется проверить деревянные конструкции. Как обычно, переодеться можно будет в специально оборудованных кабинках. Здесь обещают поставить скамейки, урны для мусора, биотуалеты. Территорию будут подсвечивать три прожектора. Для подхода к купелям будут проложены деревянные пешеходные трапы, а по периметру крещенских купаний будут установлены турникеты и организовано дежурство сотрудников полиции. Территории и места крещенских купаний будут подготовлены в соответствии с необходимым требованием безопасности. Будут установлены дополнительные предупреждающие знаки «Осторожно! Проход запрещен! Тонкий лед! Осторожно! Скользкие ступени!» Глубина воды в купелях будет не более 1 метра 30 сантиметров. Погреться все желающие смогут в специальных палатках с обогревом. Будут работать и торговые ряды с выпечкой и горячим чаем. В избежании несчастных случаев поисково-спасательная служба будет круглосуточно дежурить по всей республике. Парковки для автомобилей прилегающих территорий очистят от снега. Свет рождественской звезды. Вот уже 17 лет подряд в Чувашии проводится православный фестиваль воскресных школ. За это время в нем приняли участие более 300 коллективов и более 7 тысяч воспитанников Чувашской митрополии, Ишкаролинской и Марийской епархии. И каждый раз ребята по-новому рассказывают библейскую историю рождения Христа. Последнее приготовление перед выходом за сцену. В фойе и гримерках оживление, но никакой суеты. Маленькие артисты понимают, концерт особенный. Это не просто фестиваль, это праздник Слова Божьего. Когда я выхожу на сцену, я чувствую радость, счастье, веселье. В моих песнях поется о том, как там рождается Христос, как его там прославляют. Мы песни готовили полгода, сентября. Мы занимаемся закон Божий у нас там, рукоделие и пение. Я хожу в воскресную школу по субботам. Что ждет вас там, чужих моя, Нахранит вас, молитва моя. В этот раз на фестиваль приехали воспитанники 13 воскресных школ со всей республики. Именно к ним в первую очередь обратился епископ Мариинско-Посадский, викарий Чубаксарской епархии, епископ Игнатий. Сердечно поздравляю с верхним праздником Родиства Христова. И святые отцы говорят нам, что от сотворения мира не было столь чудесного и важного события, чем Рождество Христово. И пусть вот этот наш сегодняшний концерт, фестиваль Рождественской звезды, пусть тоже будет подарком не только нам всем, но и нашему Спасителю, Богу Многенцу Иисусу Христову. В каждом выступлении светлая радость, искренние поздравления. Коллективы творчески подошли к воссозданию событий той чудесной рождественской ночи. ПЕСНЯ Если никто не будет знать про Рождество, то и все будут злые, и не будут верить в Христа. Если бы Иисус Христос не явился миру, то все люди жили бы жадные, были бы злые. И сразу после смерти в ад. Наши предки свято чтили традиции Рождества. Благодаря таким вот фестивалям в том числе о давних обычаях знают и самые маленькие жители республики. Галина Титарчук, Андрей Шоклев, Республика. Результативное начало спортивного года в легкоатлетическом манеже Новочебоксарска разыграли награды всероссийских соревнований на Кубок Главы Чувашии. Фаворитам сборной республики удалось показать лучшие результаты сезона. Подробности у Дмитрия Ковалева. Кубок Главы Чувашии У вас все возможности есть, потенциалы есть для того, чтобы выйти, пробежаться, прыгнуть и победить. Чувашская команда не подкачала. Спортсмены республики завоевали 9 медалей, причем сразу 5 высшей пробы. Екатерина Ишова одержала победу в забеге на 3 километра. Девушке удалось установить рекорд сезона в Европе. Домашняя медаль дорогого стоит. Не хватает конкуренции, я думала, что приедут девочки сюда кое-какие, но с самого начала я уже насрала сама бежать, честно говоря. На этой же дистанции награду высшей пробы завоевал и другой спортсмен из Чувашии Сергей Петров. Лучшая среди спринтеров Марина Максимова. В забеге на 800 метров победа за Верой Васильевой. Чемпионы получают медали, а опытным легкоатлетом глава региона вручил знаки мастеров спорта. И спортсменам есть на кого равняться. Неоднократный чемпион Европы, звезда команды республики Анжелика Сидорова не оставила соперницам ни единого шанса. Старты в Новочебоксарске для хозяйки зала стали поводом подтвердить статус лидера страны. После заявка на планку 4 метра 85 сантиметров. Эту высоту Анжелика взяла с первой попытки, показав лучший результат сезона в мире. Побить такой рекорд – непростая задача. Сегодня получилось даже больше, чем я планировала, поэтому остался очень доволен. Будем выступать на всех российских стартах, которые будут. Но, конечно же, заветная цель легкоатлетов – международные старты. Допуск после скандала с допингом российская команда может получить уже в этом году. Ребята сейчас все находятся в очень хорошем состоянии. Вот, к примеру, даже сегодня Александр Меньков прыгал 8-15 в длину. Для начала сезона это очень хороший результат. Также Катя Конева в конце, точнее, 18-го года уже начала сезон. Также Данил Цеплаков и многие другие. Понаблюдать за ходом турнира приехала и журналист азиатской редакции Международного агентства «Спутник» Асука Токуяма. Гостью из страны восходящего солнца поразили спортивные успехи региона. Спорт очень распространен. Вот, среди обитенив людей, вот, всем доступен на спорт. Вот, вот, и хорошее санаторий, там, здесь свежий воздух, и вот, хорошее устроение от здоровья. По итогам поездки в республику Асука Токуяма намерена подготовить и большую статью. На вопросы журналиста ответил глава региона. Касаясь экономики, мы сильны организациями электротехнического кластера. Сегодня практически вся автоматика, вся защита, которая в Российской Федерации есть, в Российской энергетической системе, в нашей организации. Открыли прекрасный завод по производству цистерн, где чрезвычайный полномоченный посол в Японии, в Российской Федерации, побывал с бизнесменами. Михаил Игнатьев в этом году и сам планирует посетить страну восходящего солнца в составе официальной делегации. Главная задача – определить пути двухстороннего взаимодействия региона с японскими префектурами. Дмитрий Ковалев и Бахтияр Велиев. Республика. Спортивная база республики привлекает команды из других регионов. Зимние каникулы в Чувашии провели более 130 пловцов из Москвы, Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода. Спортсмены говорят, что в республике создана необходимая инфраструктура для подготовительных сборов. И что немаловажно, все в шаговой доступности. На протяжении всего тренировочного курса пловцы посещают бассейн, играют в футбол и прогуливаются в парке на лыжах. Но в Чебоксарск на зимние сборы команда приезжает уже не в первый раз. Плавание – циклический вид спорта, очень монотонный. То есть, если только плавать, очень быстро дети устают. Даже не физически, а морально. Поэтому нужно нагрузку разнообразить. Ну а потом они на улице слишком мало бывают. Поэтому на лыжах мы преследуем две цели. Во-первых, оздоровиться, подышать, погулять. Нам очень нравится, потому что мы не первый год приезжаем к вам. Таким стал первый рабочий понедельник Нового года. Я с вами прощаюсь. До завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова